Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Небольшой экскурс в истории в далеком 1981 году, в 1981, то есть 37 лет назад, на углу Крещатика и улицы Ленина, сейчас он называется Богдана Хмельницкого, с тыльной стороны центрального гастронома киевского, который сейчас уже стоит в руинах и медленно рушится, открылся, ну, ларек, не ларек, а появилось такое заведение общественного питания, которое называлось тогда уже Киевские перепечки, ну, то есть Киевская выпечка. Договали там совершенно заурядным продуктом, беляшом с сосиской, или сосиской в тесте, жареной во фритюре. Злые языки в то время говорили, что типа сосиски, которые не продаются, не успели реализовываться, не успевали реализовываться, вернее, в центральном универмаге, в гастрономии, извиняюсь, да, в центральном гастрономии, и там проходил срок годности, их отправляли туда и скармливали киевлянам. Но, на мой взгляд, это совершеннейшая чушь, потому что в 1981 году сосиски не могли залеживаться, в принципе, на витрине гастронома, ну, потому что это было, это нонсенс, такое невозможно. Поэтому все-таки заведение делало нормальную выпечку с нормальными сосисками. На сегодняшний день заведение Киевские перепечки, несмотря на то, что центральный гастроном все-таки стоит в руинах, заведение существует, собирает огромнейшие очереди, является, ну, практически визитной карточкой города Киева, внесено в такие, ну, именитые путеводители, достаточно весовые, весовые туристические, как TripAdvisor и Lonely Planet. Поэтому и рекомендовано к посещению. На сегодняшний день в этом заведении также делают по тому старинному рецепту сосиски в тесте, в дрожжевом тесте, жареные во фритюре, и есть еще там Coca-Cola сок. Выстраиваются невероятные очереди, и действительно мы с вами время от времени туда захаживаем. Моя бабушка работала в центральном гастрономии, и когда-то давно еще рассказала Ларисе рецепт. Но рецепт был пересказан, как бы, словами, то есть он не был нигде записан, поэтому мы его воспроизвели. Воспроизвели, так сказать, может, с какими-то нашими изменениями. Но получаем ту же киевскую перепочку, ту же вкусную, ну, невероятную вкусную штучку, и сейчас, друзья, мы с вами поделимся этим замечательным рецептом. Для приготовления киевской перепочки, или сосиски в тесте, по рецепту 1981 года, мы используем сосиски советские высшего сорта, вернее, сосиски молочные высшего сорта, которые мы приготовили по рецепту 1938 года. У нас на канале есть видео о приготовлении этих сосисок. Получается, ну, вообще потрясающая штука. И, кстати, вот о киевских перепочках, действительно стоит заметить, что сейчас, на сегодняшний день, сосиски там уже не те. Вообще, на сегодняшний день в Украине, ну, вот я не знаю, мы пытались найти какие-то сосиски, которые продаются в магазинах, которые похожи на сосиски, но все попытки потерпели фиаско полное. Так вот, используем... Ну, сосиски можно, в принципе, любые использовать. Итак, друзья, очень много болтаю, вы будете ругаться, наверное, в комментариях. Давайте приступим к приготовлению. Для того, чтобы сделать дрожжевое тесто для киевской перепочки, или для сосиски в тесте, нам надо приготовить опару. Берем тепленькую водичку, температурой 30-32 градуса. Сахарочек сюда. Хорошенько размешиваем. Все ингредиенты и текстовый вариант рецепта вы найдете в описании видео. Для того, как сахар полностью растворился, высыпаем дрожжи, используем сухие хлебопекарские дрожжи. Ну, как говорил, уже все будет написано в описании. Высыпаем на поверхность нашей водички с сахаром. Не перемешиваем, ничего не делаем. Просто высыпали и поставим эту штуку на 15-20 минут в теплое место. Желательно, чтобы температура теплого места, вожделенного, была градусов 30. Как мы делаем? Буквально на минуту, на полторы включаем духовку. Она нагревается как раз до такой температуры. И отправляем туда опару. Я вот передаю Ларисе, а она отправляет в духовку. Через 20 минут опара хорошенько забурлила. Приступим к приготовлению теста. Будем использовать миксер. Отправляем туда сол. После того, как сол растворили, вводим в тесто муку. Вначале перемешиваем ложечкой, чтобы у нас вся мука равномерно не распределилась по стенам кухни. Отправляем в тесто сливочный маргарин. Такой, видите, он комнатной температуры мягкий, не замороженный, не из холодильника. И вооружившись миксером, начинаем вымешивать тесто. Вымешиваем его минут 5. Индикатором того, что тесто полностью вымешано, смотрите, вот оно становится такое мягкое, гладкое и полностью отлипло от стенок посуды, в котором мы вымешивали. То есть такое, как какое-то желейка. Как этот называется? Лизун, желейка-лизун. Накрываем тесто пищевой пленочкой и отправляем его, опять же таки, в теплое место. То есть, смотрите, если при комнатной температуре, при 20 градусах, пусть подходит у нас 2 часа. Если в духовке, как я уже говорил, при 30 градусах, то 1,5 часа будет достаточно. Через 1,5 часа тесто подошло, как видите. Надо его немножко обмять. Приготовили растительное масло. Тесто очень мягкое, очень нежное, поэтому руки лучше смазать растительным маслом. И обминаем особым способом. Лариса сейчас покажет, как. Как оно сразу чик и сдулось. Все таким вот образом складываем несколько раз. То есть, не выминаем его именно, а... Это мне какой-то мультик напоминает из детства. Какой? Я не помню. Наверное, там, где Ивашку под паста-квашкой готовили. Там вроде как с тестом ничего не делали. Но если бы делали, то делали бы именно так. Да. Все, да? Да. Покрываем опять стрейч-пленкой пищевой. И еще раз на часок оставляем наше тесто подходить. Еще через час тесто начало вылазить. Оно, как колобок, решило убежать от нас. Поэтому снимаем пленочку. Для удобства руки лучше смазывать растительным маслом. Опять-таки обминаем тесто. Оно сразу же так опускается резко. Ну, реально, как живое. Обминаем так же, Ларис, как в прошлый раз? Или... Ну, сильно мы его не переминаем. Просто вот таким вот образом его в шарик сейчас свернем, чтобы оно отстало... В колобок. В колобок. Видите, тесто очень мягкое, эластичное. Смазываем досточку опять-таки растительным маслом. Ну, или досточку, или рабочую поверхность, на которой мы будем работать. И теперь тесто наша задача разделить на порционные кусочки. Кусочки где-то в среднем по 50-60 грамм. Опять же, насколько вы хотите вот этот вот сам беляшек, в котором будет сосиска, насколько объемный. Если очень объемный, то можно побольше кусочки, если хочется побольше теста. Если поменьше теста, то кусочки можно поменьше. Если не получилось сразу, можно сделать имплантацию. Формируем порционные кусочки, вот такие вот маленькие колобочки. И оставляем минут на 10, чтобы оно еще немножко подошло. В это время, друзья, поработаем с маслом. Нам нужна емкость, в которой мы разогреем масло. Потому что киевские препочки, они жарятся именно во фритюре. Роль фритюрницы у нас сегодня выполняет сковородка. Если вы готовите во фритюрнице, то разогревайте до температуры 185-190 градусов. Разминаем лепешечку. И заворачиваем в нее сосиску. Вот так вот ее сладенько защипываем. И теперь немножко подровняем. Я, как обычно, включу таймер. И скажу вам, сколько будет жариться. 185 градусов. Отлично. И отправляем перепечку туда. Точно так же формируем остальные сосиски. Даже не знаю, как это называть. Мучное изделие. Если говорить профессиональным языком повара, мучное изделие. В процессе жарки, как видите, сами булочки, они плавают. В процессе жарки их надо несколько раз переворачивать. Переверни как, для наглядности. Опа. При температуре 185 градусов булочки жарились 8,5 минут. Ну, вот та, которую мы окунули первую, жарилась именно так. Перемещаем ее на бумажное полотенце, чтобы стек жир. Сейчас дожарим вторую. И еще раз вместе с вами слепим несколько булочек. Слепим еще две булочки. Руки смазываем обязательно маслом. Расправляем вот так вот, чтобы поместилась сосиска. Интересно, а если приготовить ее с баварской сосиской? Тоже, наверное, будет прикольно. Это будет киевско-баварская перепочка. Хорошенько защипываем. Немножко приплюснем. И во фритюрницу опускаем швом вниз. Вот, я забыл сказать такую штуку. Точно так же, дорогие друзья, мы пожарим остальные сосиски, дадим им остыть и будем дегустировать. Ну что ж, друзья, все гениальное просто. Разрезаем киевскую перепечку, хотя ее резать совершенно не надо, но хочу вам показать, какая она в разрезе. Воздушное тесто и сочная внутри сосиска. И давайте сейчас я попробую. Естественно, буду пробовать с томатным соком. Если вы будете в Киеве, дорогие друзья, куда я вас с удовольствием приглашаю и будете гулять по Крещатику, обязательно попробуйте эту штуку и обязательно возьмите томатный сок. Он продается так же. Не знаю, как кто, но я люблю томатный сок с солью. Причем я его солю всегда так, обильно. Красота. Теперь перейдем к нашей нежнейшей булочке. Пахнет она просто божественно. Тесто, оно потрясающее. Оно очень-очень нежное. Вот суть этого рецепта бабушкиного. Не знаю почему-то. Кстати, надо будет беляши попробовать сделать в таком тесте. Вот что-то мне раньше не приходило. Видите, оно нежное вообще, как пуховая подушечка. Ну что, попробую. Потрясающе. Тут еще сосиски домашние. А с томатным сачком, это реально вкус Киева, вкус Крещатика. Даже что-то запах цветущих каштанов вспомнил. Друзья, реально очень вкусно. Тесто, правда, просто нежнейшее. Оно воздушное. И вот за счет того, что жарим так, не на масле, а именно в масле. У него такая тоненькая хрустящая корочка. Внутри оно... Ну, это надо попробовать. Ну, в общем, с удовольствием представляем вам этот рецепт. Даже если вы никогда не были в Киеве. И, может быть, никогда не попадете сюда. Попробуйте приготовить киевскую перепечку. Будет достойным украшением вашего стола к ужину или там на какой-нибудь праздник, на пикник. Правда, друзья, вам очень понравится штука. Вообще потрясающая. Ну, и какая-то некоторая ее уникальность. То есть сосиски в тесте готовят везде. А вот такую вот булочку в таком нежном воздушном тесте, зажаренную во фритюре, ну, наверняка где-то тоже готовят. Но все-таки в Киеве считается, что она аутентичная, она оригинальная. Ну, в общем-то, все. Мы тут займемся нашими сосисками с Ларисой. А вам желаем, чтобы у вас киевская перепечка получилась. Если есть какие-то вопросы по приготовлению, естественно, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы отвечаем. Очень надеюсь, что видео было вам полезно. И эти замечательные наши киевские булочки вам понравятся. Ну, в общем-то, все, друзья. Спасибо большое. Мы готовим для вас новые видео. Всего доброго. Пока.